У нас сегодня очень интересное публичное слушание, значит, где-то было примерно, ну, на вскидку около 200 человек, зал где-то примерно так и вмещает, зал был полный, и из 200 человек, официально зарегистрированных жителей района Кунцево, было 14 человек. Значит, ну, реестра у нас нет, к сожалению, мы его попробуем истребовать, я надеюсь, что кто устраивал эти публичные слушания, нам его предоставят, этот реестер, да, мы сможем убедиться, потому что действительно было там 14 человек. Ну, и, собственно, коллизия и весь, скажем так, смех этой ситуации ровно в том, что жители, псевдо-жители, которые, так скажем, от управы были, да, и которые не представляли интересы жителей Кунцево, они ровно в 9 часов все дружно до окончания публичных слушаний встали и пошли на выход. Ну, то есть, проплаченное время у них закончилось, они дружно все пошумели, значит, мешали реальным жителям рассказывать свое мнение. Ну, в общем-то, ничем эти публичные слушания от каких-либо других, организованных управой или правительства Москвы, они ничем не отличались, к сожалению. Ну, так или иначе, мы в любом случае будем вместе с жителями добиваться исполнения наших законных прав, наших интересов, как жителей Кунцево. Ну, вот как-то так. Работа с 2012 года уже, вот таких слушаний, как сегодня, мы уже прошли много. Хочу сказать, что слушание сегодняшнее практически продолжает ту тематику, которая звучала на слушаниях по Рублево-Архангельскому. То есть, самое-то главное здесь не застройка на самом деле, не то, какие там собаки ходят, а самое главное, это питьевая вода, которая поступает в Москву с Рублевской станции Водозабура. Дело в том, что по тому и длины в свое время были вот эти водоохранные зоны, чтобы вода, забираем из Москвы-реки, была чистой. При многоэтажном строительстве, вот давление на грунты, оно очень большое. Вот и сейчас вода в Москвы-реке, она как бы не соответствует нормальным стандартам, и она жесткая. А если вот такое строительство, как Рублево-Архангельскому или Микинино, будет разрешено, ну, угроза и количество воды, которое поступает в Москву, и ее качество. Ну, если мы инициативная группа, как бы жители, она объединяет жителей по разным вопросам. Хочу сказать, что все проблемы, которые обычно бывают на этих слушаниях, они сегодня были. Это и то, что нарушено строительный кодекс в части организации публичных слушаний. То, что, значит, лукавство было в комментариях, это тоже. Заметьте, сегодня не было ни одной простой исполнительной власти. Это уже стало стандартным, потому что исполнительная власть отвечает за законы, исполнение законов. Поэтому вот такие публичные слушания проводят обычно люди, которые не являются, представляете, исполнительной власти. Это какие-то коммерческие структуры. Значит, это мы сегодня все успешно видели. Значит, ну, это говорит о многом, о том, что те, кто организовывал данные публичные слушания, они понимают, что закон нарушается, градостроительные кодексы нарушаются. Так что, ну, в общем, надо бороться. По градостроительным вопросам, когда ставится определенная многоэтажная застройка, рассматривается, опять был загнан проплаченными, как я считаю, псевдожителями, которые считали себя жителями, выкрикивали, что давайте строить нам эти дома, там, где они даже не знают, где это находится вообще. Многие очень нелицеприятные вещи кричали в адрес депутатов, которые внимательно до этого прорабатывали данные вопросы, нашли очень множество несостыковок, противоречий действующему законодательству, а также здравому смыслу, что невозможно допускать многоэтажное строительство, уплотнение застройки в столь зеленых зонах. Там, по сути, зеленые насаждения, и ради того, чтобы впихнуть 5000 человек в уплотненной зоне с красивым видом на берегу Москва-реки, собираются вырубить десятки, я извиняюсь, даже сотни деревьев зеленых, чтобы проложить дорогу, чтобы сделать развязку. Все это ляжет нагрузкой на нас. И то, что люди не осознают вот эти градостроительные ошибки, которые будут признаны потом муравейниками и так далее, это все очень беспокоит. Я хотела сказать о том, что этот проект застройки, он как бы первый или один из первых в череде проектов, которые застраиваются на берегах Москвы-реки. Этот самый ближний к Москве, а впереди у нас еще публичные слушания будут по Иксклаву, который в Московской области раньше был расположен, на берегах Москвы-реки собираются строить много-много разных объектов. Жилых домов, больших красивых дач прямо на берегах. И этот протест, он не столько даже может быть против этой конкретной застройки, сколько против застройки вообще всего Запада-Подмосковья, подмосковной Швейцарии, которая вот начинается от Менькинина и продолжается дальше до Звенигорода. Большая часть этих территорий сейчас входит в состав района Кунцева, и мы очень переживаем, что там будет застройка, и только кунцевчане могут что-то возразить на это. Другие районы вообще не имеют права участвовать в публичных слушаниях, поэтому мы сюда пришли. Выходя из автобуса с большой группой женщин, которые приехали на слушание, они отделились от нас, и им стали раздавать вот эти бумажечки. И у представительницы, которая раздавала эти бумаги, спрашивали, что нам делать? Пишите любую фамилию, и самое главное, придете, и вас зарегистрируют по этому объявлению, по этой заявке. Мы подошли, нам тоже дали, несмотря на то, что мы жители Рублева, у нас были свои паспорта. Но мы на всякий случай взяли, чтобы доказать, что все это было придумано кем-то, и не знаем кем. Вот мы видим то, что нету даты. Спустые поля для фамилии и отчества. Также стоит подпись директора ГБУ Центра досуга Кунцева и печать. Ее вот такая пачка была, и она всем вот так вот раздавала. Что они смотрят? Пока они даже и не подъезжают.